Всем привет! Сегодня 14 марта. Московская область. Я начинаю посев лобелия. Ее рано не высеваю, потому что она растет быстро. Как правило, начинает вытягиваться, поэтому нужно ее часто подстригать. Я это делать не люблю, хотя подстригаю ее 1-2 раза, но это для того, чтобы она кустилась. Поэтому середина марта, самое время ее посеять. Последние года я высеваю кустовые лобели. Мне очень нравится. И серия Ривьера. Вот у меня остался пакетик с прошлого года. Серия Ривьера. Очень красивые цветочки. Любых оттенков. И розовые, и синие, и белые. Они разные бывают. И эта серия считается одной из раннецветущих серий. Очень красивая лобелия. Замечательно. Вот с прошлого года у меня розовая осталась. Буду высевать. И также купила профсемена. 4 вида. Это тоже серия Ривьера. Называется, но на английском не буду читать. Называется «Синие глаза. Просто темно-синие. Морская волна и голубое небо». Это все семена дрожжированные. Что это означает? Что в одной драже находятся от 3 до 7 семян. Все знают, что лобелия – это мелкопыльные семена очень. Поэтому я люблю высевать семена, которые находятся в драже. Так, первое у меня «Голубое небо». Я уже здесь подписала. Высевать буду в торфоперегнойной таблетке. Это такой средний размер. Очень мне нравятся таблеточки высевать. Потом очень легко и быстро рассаживать. Семена вот дрожжированные, видно, я думаю. И в каждую таблетку я буду закладывать по 2 драже. По 2 штучки. Чуть-чуть углубляя. Не просто кладу на поверхность, а слегка в ямку. Я уже таким способом высеваю несколько лет. И мне этот способ очень нравится. Лобелию длинноплетистую я уже стала реже высевать. Мне кустовая очень нравится, как смотрится в клумбе. Ее можно разместить в разбитый горшок, как я это делаю у себя в цветнике. Просто замечательно смотрится. В этом году я не приобрела белого цвета. Лобелию. Но я попозже куплю. Потому что она мне на глаза не попалась. Так, здесь 10 драже. И получается у меня по 2. И в некоторое я положу 3. Потому что 2 лишних. Это я, возможно, еще бы таблетки сделала, чтобы было по 2. Но они у меня закончились. Покупать не хочу. Синие глаза. Синие лобелия. Синие голубых оттенков. Очень красивое. Мне она нравится. В общем, вот таким образом. Здесь в каждом пакетике по 10 драже. Потом я буду, когда лобелия хорошо взойдет, уже будет 1, 2, 3 настоящих листочка. Я буду ее рассаживать по пол-литровым стаканам. И уже из этих стаканов я ее буду высаживать в открытый грунт. В цветник. Семена я драже придавливаю в углублении, чтобы потом удобнее было подокучить ее, чтобы лобелия не упала. Потому что всходы очень-очень мелкие. Драже я разложила по таблеткам. И теперь с распылителя увлажню. Это для того, чтобы быстрее разрушилась оболочка. И закрываю крышкой. Чтобы создать парниковый эффект, я буду сразу ставить под лампу, потому что семена лобелия высеваются поверхностно и ставятся сразу на свет. Так они быстрее и лучше прорастут. Вот, в принципе, и весь посев лобелии. А еще я вам хочу показать цветы. Немножечко расскажу, какие у меня здесь произошли сейчас изменения. Значит, высевала, как вы помните, я камнеломку. Были профсемена в большую емкость в ящик. И это были сорта цветочный ковер и сорт пурпурная мантия. Семена были тоже в такой кубочке. Но я снимала видео, оставлю ссылку, посмотрите. В общем, из всех трех сортов камнеломки у меня взошло лишь немножко... Это такой сорт был у меня пурпурная мантия. Сейчас я покажу. В общей сложности я рассадила, у меня получилось вот таких три стаканчика. Представляете, схожая с отвратительной. Другие два сорта не взошли вообще. Поэтому я поехала в магазин. Я подумала, что, может быть, что-то я неправильно сделала. И купила такие же сорта, только от фирмы Аэлита. Цветочный ковер и пурпурная мантия. И также приобрела еще абриету гибридную фруктовую ассорти. Значит, посеяла я пурпурная мантия и цветочный ковер. Всхожесть вот такая. Хочу вам показать. Высевала я 13 февраля. Всхожесть, вы видите, что прекрасная. Все-таки, значит, дело было не в посеве в моем, в первом, а все-таки в качестве семян. Хотя семена были профессиональные. Вот такая всхожесть. Дальше. Абриетую гибридную фруктовую ассорти я тоже высевала в этот же день. И уже рассадила. У меня таких 6 полулитровых стаканчиков получилось. Смотрите, как она хорошо пошла. Замечательно. Я буквально ее недавно рассадила. Вот таких у меня 6 стаканов. Я высаживала по 2 штучки. Решила по одной не сажать. Может быть, быстрее нарастет куртинка. Дальше. Я на этом не остановилась. Купила также Абриетту Синий каскад и Абриетту Пурпурный каскад. Вот такие два сорта. Значит, посеяла я их, я вам сейчас скажу, 4 марта. Высевала эти два сорта в таблетки. Большие. И также я еще посеяла Эксибишен 4 марта. У меня схожесть такая, знаете, средняя. Поэтому я решила, что подосею я еще. И вот 4 марта посеяла. И вот такие уже всходы петельки. Я думаю, их видно. Ну, процентов, наверное, 40 уже взошло. Я считаю, что это неплохо для лука Эксибишена. Вот голландские семена. Мы посмотрим, как он дальше будет сходить. Так, еще приобрела цветочков, так сказать, точнее подсолнухи. Подсолнухов я выращиваю много. Это, знаете, для чего у меня есть курятник. И я по периметру выгульного загона высаживаю подсолнухи. Во-первых, и кур не видно, и красиво. И потом семечки, эти шляпки можно собрать и кормить кур. Подсолнухи Дакота. Но этот подсолнухи я хочу, значит, вырасти для того, чтобы самим есть, щелкать эти семечки. Потому что они очень вкусные. Я уже высевала это профсемена. Здесь осталось 3 семена. Было больше. То есть они у меня уже лежат. Ну, года 2 надо досеять. Щелкунчик приобрела. Это высокорослый. Подсолнечник. Сколько он здесь? 2,10 метров. Подсолнечник черное золото. Тоже высокорослый. Больше 2 метров. Русский размер. Тоже, смотрите, какой большой. Вокруг света декоративный уже. Эти подсолнечники, они все, можно их использовать для еды. Хотя вот этот подсолнечник декоративный, он тоже дает семечку. Просто она очень мелкая. Это сорт Фаер Шоу. Тоже такое, как Ассорти. Подсолнечник. Медвежонок. Тоже он высокорослый. 1,50 метра и чуть выше. Очень мне он нравится. Хотя, как-то я пыталась собрать семена с такого подсолнечника. Но у меня не повторило родительских качеств. Вот и плюшевимишка. Тоже такой. И хотя вот этот плюшевимишка, он низкорослый. 40 сантиметров. И этот тоже низкорослый. Тоже 30-40 сантиметров. Гномик. Я хочу посадить возле теплицы. Не хочу выращивать там высокорослый. Я обычно высаживала. Хочу низкорослый посадить. Вместе с бархатцами. Очень красивое сочетание. В ногах у подсолнечника бархатца. Красиво смотрится. В общем, вот такие подсолнечники. Я буду высевать. Ну, которые на еду, конечно, нужно закрывать. Какой-то марли, потому что птицы очень быстро съедают вот эти все шляпки. Просто белые остаются. У меня в прошлом году, в прошлом сезоне, практически все съели птицы. Воробьи. Вот эта вся мелочь пузатая. Думала курам вырастить. Ну, кое-что себе оставить семена. А не получилось. Не успела закрыть марли. И они все съели. Всю семечку. Все были белые вот эти шляпки. Так, ну вот, в принципе, на сегодня все. Это такое коротенькое видео. И скоро буду снимать видео для вас. Вообще весь мой стеллаж, что у меня посеяно. Потому что я уже довольно-таки много сняла видео, как я все высеваю. И хочу теперь вам уже и показать итог моих посевов. Что у меня растет на стеллажах. Как растет. И как я за этим всем ухаживаю. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал на Рутубе. На всякий случай. Мало ли что. Я оставлю ссылку в описании под видео. И всем пока.